Лишится крыши над головой. В дом Ольги Куделько из Верхнеторецкого на линии соприкосновения попал снаряд и начался пожар. Женщина сама пыталась потушить огонь, но он уничтожил все. Женщина осталась без вещей и без денег. Как выживает, видели наши корреспонденты. Постоянно это стресс, это одни слезы. Что можно сказать, остаться на старости лет. Мы сами строили без мужчин и остаться без ничего. Еще три месяца назад Ольга Куделько находилась в предыдфартном состоянии. Это случилось после обстрела в Верхнеторецком. В течение недели шли боевые действия и снаряд попал в ее дом. Рискуя жизнью, женщина с пожилой мамой пыталась сама потушить пожар. Сгорело все. Бегали вокруг, тушили. Там вода была у нас в емкостях. Ведрами старались затушить, но ничего не получилось. В результате в доме сгорело абсолютно все. Даже посуда. Даже не пользовалась. Видите, они не обгорели. Но они просто сгорели от температуры. Ольга осталась в чем была. Другой одежды у нее нет. Ни одеял, ни подушек, ни кровати. Все сгорело полностью. Все в чем были. Штаны дырявые. Как есть в чем. Из сгоревшего дома она забирает чайники. Сейчас живет на даче. Спать приходится на полу. После случившегося у женщины резко ухудшилось состояние здоровья. Даже не смогла засеять огород. Сил хватило только на несколько грядок картошки и огурцов. Не могу ни нагинаться, ни тяжело. Я задыхаюсь. У меня вот тут комок, я не могу дышать. Ну что, остались больные, коллеги. И без дома, и без ничего. И без... Чтобы продержаться, Ольга идет за помощью на пункт выдачи штаба Рината Ахметова. Это единственное спасение для семьи погорельцев. Хотим сказать огромное спасибо фонду Рината Ахметова за то, что мы получаем крупы, сварить кашу. Большое спасибо за заботу. Каждый житель Верхнеторецкого сегодня оказался в сложном положении. Половина поселка находится на неподконтрольной территории. После обстрелов на многих улицах нет воды. Вследствие постоянных боев в этом населенном пункте нарушена коммуникация, нарушена доставка продовольствия. Есть много разрушений в живом секторе. В этом населенном пункте помощь мы даем регулярно. И нас здесь всегда ждут. Большое спасибо вам, что вы нам помогаете. Привозите нам подарочки. На этом человеку мы благодарны, что нам помогают старикам. Более 400 тысяч продуктовых наборов доставит штаб Рината Ахметова в августе мирным жителям Донбасса. Помощь привезут 12 автоколонн для стационарных пунктов и мобильных бригад по обе стороны линии соприкосновения. Каждая чашка чая для Ольги роскошь. Бутыль воды, купленной на последние копейки, женщина растягивает на несколько суток. Живет, как и все, надеждой на мир. Каждая мелочь из родного дома напоминает о прошлой жизни. Мы мечтаем, конечно, о своем доме. Чтобы на старости лет прожить в своем углу.